Неудержимая радость появляется в душе, когда ты видишь, что твой город становится краше, комфортнее и уютнее. И совсем недавно в московском квартале, где, говоря по правде, территория была не очень благоустроена, возник поистине райский уголок. Рядом с новой детской площадкой была высажена целая аллея молодых деревьев. Инициатива получилась довольно-таки спонтанно. Почему? Просто появились люди, которые предложили хорошие деревья. Поэтому, переговорив с соседями, заручившись поддержкой тем, что выйдут по молотному, что вы видите, действительно, деревья насадили огромное количество и самому крайне тяжело. Поэтому спасибо всем людям, которые вышли. А это, в принципе, из каждого дома, здесь человек по пять, по семь, с детворой, с женами были. Сменные подряды. Сменные подряды. Да, даже у нас здесь семенные деревья есть, когда там семья выбрала дерево, посадила с маленьким ребеночком, причем садили всей семьей. Вот, поэтому это радует. Поэтому хотел бы поблагодарить в первую очередь тех людей, которые, скажем так, благодаря которым получилось это событие. Это Кравченко Степан Леонидович, который деревья нам подарил, скажем так. И Кирпид Владимир Федорович. Это человек, который подготовил специальный грунт с удобрениями, благодаря которым, вы, наверное, видите, уже листочки начали распускаться. И если поливать будем и присматривать, как кто хотим, то, наверное, все-таки деревья вырастут. Поэтому инициатива была, в принципе, наверное, всего двора. Ну, а мы, как избранники, депутаты, просто помогли организовать. Степан Леонидович Кравченко уже давно помогает городу в озеленении. Предоставляет саженцы деревьев и кустов, которые сам выращивает. И делает это по зову души, безвозмездно. Здесь посадили орех черный. Славутичий этот орех возле Тбилисского квартала. Если смотреть с городского узла связи, на первый Тбилисский, вот пять деревьев растет. Вот орех черный, очень декоративный, плоды большие, но они мало съедобные, хоть и не ядовитые. И оно очень мощное, красивое дерево растет. А вот я и дал. А так выращиваю и дуб обычный, дуб остролистный, клёны четырех видов, каштаны. Но это то, что приживается в Славутичи. Обычно тот, кто не хочет делать, говорит, ой, меня не растет. А на самом деле, если посадить и ухаживать, оно все растет. И любое растение, кроме экзотических, они все будут расти. Садите, поливайте, ухаживайте, обрезайте, вновь все будет. Поэтому, ну и проще их выращивать, и большие растут достаточно. Ну и кущики там есть всякие. Ну вот по мере того, как вырастают, я в город привожу, в ЖКС, я отдаю, приехали, накопали. И садят где-то там по кварталах мои деревья. Почва у Славутичи особенная, требующая ухода и заботы. Не все деревья приживаются, поэтому непросто благоустроить и озеленить его. Чтобы росли такие деревья, достаточно поливать или еще что-то нужно? Ну, удобрений желательно, чтобы оно было. Потом очень важно готовить яму, большую яму, квадратный куб, если земли, а потом туда набросать хорошей земли, а потом поливать, обрезать и всю жизнь ухаживать, оно гарантия, что вырастет. А если ямочку выкопать, маленькую, величину с ведро, как корневая система, расти ничего не будет, в принципе не будет. И благодаря совместной работе и настоящей ответственной заботе Славутич превращается в красивый город-сад. Самое главное, что фактически инициатором всего этого, в том числе и установки детских площадок в прошлом году, были сами жители. То есть кто дал деревья, кто дал грунт, кто дал рабочую силу, скажем так. Потому что и детские площадки, в том числе и в Черниговском, и в Белийском, и в Московском, и по городу еще некоторые, в том числе на субботнике устанавливали, на субботниках. То есть жильцы выходили, мы им помогали, депутаты с копом пришли тоже помочь, учитывая то, что у каждого есть какие-то обязательства по кварталам. И совместно провели такую работу. Единственное, что у нас вчера была сессия, поэтому у нас одно на другое наложилось в плане решения проблемы. Мы когда начали садить деревья, оказалось, что водоканал у нас опломбировал поливочные краны, которые поливают придомовые территории, вот общегородские, которые внутри кварталов. Поэтому мы вчера еще выделили деньги на то, чтобы оплачивать за счет местного бюджета поливку клумб и деревьев на общегородских, они считаются фактически общегородскими территориями. Для того, чтобы жители со своей стороны имели возможность как минимум ухаживать, в том числе за зелеными насаждениями в своих кварталах и в своих домах. Я тоже хочу еще дополнительно сказать спасибо работникам, например, УЖКХ. Когда мы обратились для того, чтобы посмотреть трассировку кабелей, чтобы не получилось так, что мы деревья высадили где-то там не в нужном месте, то ребята, в принципе, практически в конце рабочего дня приехали, все просмотрели, промерили. То же самое работники ЖКЦ. То есть, например, нужны были лопаты, ведра, шланги, когда садили для того, чтобы полить. То есть проблем абсолютно не было. Все отнеслись с пониманием, все дали, выдали. Поэтому решили вопросы с подключением воды, посоветовали, как, что сделать. Поэтому, если у жителей рождается такая идея, то, в принципе, все готовы помогать. И это радует. На сессии городского совета поднимался вопрос о выделении денег на озеленение, на заказ новых саженцев, кустов и деревьев. Уважаемые славучане, вы можете высказывать свои пожелания по поводу того, какие растения нужно заказывать для посадки, обратившись к депутатам лично или на официальном сайте. Что касается работ по благоустройству, то они будут продолжены уже в сентябре. В тот период, когда растения приживаются охотно. Хотелось бы больше, чтобы было инициатива самих жителей. Это во-первых. И во-вторых, чтобы то, что уже делается, чтобы они как-то сохраняли. И не кто-то указывал им, что надо полить деревья. Вот видите, деревья стоят сухие. Возьмите, выйдите, полейте. То есть, в принципе, узнать, где можно подключиться – это элементарно. А просто-напросто взять и выйти с ведром для того, чтобы полить дерево или клумбу – я думаю, что это не проблема для кого-то. А вот такой ухоженный дворик в московском квартале – это прекрасный пример того, как сами жители совместно с местной властью и коммунальными службами делают свой любимый город краше и уютнее. Ведь Славутич – наш дом, и мы в нем хозяева. Жители города, если хотите, чтобы у вас было хорошо, красиво, чтобы у вас были деревья, чтобы у вас было все ухожено, в этом нужно принимать непосредственное участие. Поэтому объединяйтесь, общайтесь, инициируйте субботники, а мы всячески этому поможем. Объединяйтесь и делайте на благо своего квартала и своего города что-то вместе. Общими усилиями можно свернуть горы. Продолжение следует...